В настоящее время в мире, где мы живем, вновь и вновь христиане друг другу задают вопрос. Нужно ли нам вакцинироваться? Жить или не жить? Сегодня я бы очень хотел с вами, наверное, не на вопрос о вакцинации говорить, но, наверное, общий дать, знаете, вам немножко такой библейский взгляд на то, что имеет отношение к вакцинации тоже. Что говорит Господь вообще о любой вакцинации? Что говорит Священное Писание? Вообще что-нибудь в Библии есть, где употребляется слово вакцинацию? Но такого слова в Библии вакцинация нету. Но если слово Божие верно, истинно, и дано нам для научения наставления в праведности на любой случай жизни, значит, в Слове Божием ответы на эти вопросы есть. Сто процентов есть. Окей, очень важно теперь для нас понять, что под Словом Божиим мы подразумеваем не только то, что написано в Писании. Очень важно. Не только что говорится в этой книге. Когда Христос жил на земле, и когда апостол Павел, он Тимофея учил, помните, он говорил, что все Писание Бога вдухновенно для научения наставления. Какое Писание? То, что мы сегодня держим? Не совсем. Потому что Евангелия в то время еще не было. Нового Завета не существовало. Поэтому он говорил о Писаниях Ветхого Завета. Прошло несколько столетий у нас появился канон Священного Писания, куда включен Ветхий Завет и Новый Завет. И, конечно, в нем есть ответы на вопросы нашей жизни. Друзья мои, но проблема в том, что на многие вопросы в жизни Библия не дает конкретных ответов. Нет ответов на многие вопросы. Ну, к примеру, стоит ли вам переезжать в другой город или нет? Ну вот. Стоит ли переезжать в Сидалию или нет? Ответ – нет, да? А в Калифорнию или в другое место? Ответ тоже есть, да? Видите, иногда мы… Куда пойти учиться? Ну, куда мне пойти учиться? Молодые люди говорят, я не знаю, куда пойти учиться. А старшее поколение ему говорят, ты возьми Библию, почитай и поймешь. Ну, вот он открывает Библию, пытается понять, в какой университет ему пойти учиться. Какую работу мне взять? Есть же много вопросов. Контракт мне предлагают по работе. Согласиться – не согласиться. Мне врач рекомендует операцию. Ну, где в Библии сказано? Соглашайся на эту операцию. На эту операцию не соглашайся. Нету, правда этого? Нет. И что? Значит, мы остались в неведении и не знаем, что больше делать? Нет. Бог продолжает с нами разговаривать, правда? Бог продолжает говорить тогда, когда Библия конкретного ответа по вопросу нам не дает. Каким образом? Дух Святой берет принцип Священного Писания, который записан, и из этого принципа, то есть основной базы, он нам в деталях показывает, что нужно делать, а что не нужно делать. И поэтому Писание говорит, что этим путем даже и маленький человек, который идет, он не заблудится. Почему? Потому что помазание, которое в вас, оно научит вас, как вам надо поступать, и вам нет нужды, чтобы другие учили вас. Оказывается, не только Слово Божие научает нас, как нужно поступать, но и присутствие Духа Святого в нашей жизни, это помазание, оно научает нас. Поэтому, когда Христос уходил с земли, Он сказал, что Дух Святой возьмет от меня, от моего возьмет и научит вас всему тому, что вы должны соблюдать. А у них не было никакого Евангелия в руках Нового Завета, что Дух Святой обучал десяти заповедям Моисея, да они это знали. Им нужно было теперь то, что они знали, теперь поместить в концепт Нового Завета и на основании этого делать выводы для того, чтобы жить теперь в новом отношении, и по новым с Христом, и в отношениях с Богом. И поэтому для апостола Павла стало вдруг ясно, что обрезание или необрезание не имеет никакого значения. Для человека, который отстаивал букву закона, чтобы он пришел к пониманию, он говорит, я еврей из евреев, чтобы он пришел к этому пониманию, что это не имеет значения, какая-то в нем должна была произойти. Внутренняя трансформация, не так ли? Произошло. Оказывается, когда он встретился со Христом, он что, сказал все то, что было в Ветхом Завете неправильно? Но, оказывается, Дух Святой ему открыл, что то, что было в Ветхом Завете, это было тенью будущих благ, будущего, что Бог открывал для народа своего. И поэтому он говорил, что в Моисее Бог открывал будущего Христа, который должен был, это Слово, которое Моисей получил от Бога, десять скрижали, помните, да? То Христос, который получил от Бога Слово, и он сам стал этим Словом, пришел в этот мир. Когда у апостола Павла все встало на свои места, он все прекрасно понял. У него конфликта между Старым Заветом больше не было. Друзья мои, если мы ищем Божьего откровения в той или иной вопрос в нашей жизни, очень важно, чтобы мы, со своей стороны, первое, были, знаете, готовы исполнить всю волю Божью. То есть, если вы уже решили вакцинироваться, и вы идете к Богу и говорите, Господи, мне нужно вакцинироваться или нет, не ходите, не спрашивайте. Уже идите, вакцинируйтесь. То есть, если вы решили уже, я буду переезжать в другой город, или я уже получу эту работу, и уже подписываете туда заявление, а потом говорите, Господи, мне эта работа нужна или нет? Не-не-не, вы не надо заполнять никакие бумажки. Сначала дайте возможность Богу показать вам путь, которому вам нужно идти. Потому что, если мы сами принимаем решение, помните тот человек, который молится и говорит, на повозке едет в деревню, и на одной улице живет Маша, на другой Таня. И он говорит, Господи, ну на кой мне жениться, на Маше или на Тане? Вот он говорит, куда лошадь пойдет? Пойдет направо, то и сделаю предложение. Пойдет налево, сделаю это предложение. Едет, едет, а сердечко это его к Маше тянет, и он за уздечку лошадь дернул, и лошадка пошла к Маше. Но он говорит, ну если Бог был бы против, что, разве он не мог бы лошадь развернуть в другую сторону? Да, конечно бы мог. Но вопрос в том, что если наше уже сердце прилеплено к чему-то, то Бог нас насильно оттуда отрывать не будет. Он говорит, ты решил? Делай. Если ты хочешь ко мне прийти и узнать мои воли, тогда нужно встать на позицию нейтрального человека. Только так мы способны не только познать, но и принять волю Божью. Поэтому, когда мы находимся под влиянием любой, я называю это пропаганда, то мы не способны часто принимать то, что Бог хочет в нашей жизни. Поэтому, слушая те или иные мнения, друзья мои, важно их поставить назад и сказать, Господи, я хочу знать, что Ты хочешь. Почему? Потому что каждый из нас индивидуален. И если для этого человека нужно туда идти учиться, для вас нельзя. Если этому человеку можно прививаться, может быть, вам нельзя. Ведь Бог знает ваш состав. Он говорит, я знаю состав ваш. Я знаю те болячки, которые еще врачи не нашли у вас. Я знаю все ваше тело изнутри. И знаю, какие последствия та или другая вещь может быть для вас, лично для вас. И поэтому Бог говорит, я хочу не общее дать, знаете, вот для всех, вот это общее правило, а для каждого индивидуально, согласно того, что я знаю о тебе. Скажите, к какому вы врачу пошли, который знает историю всю вашей болезни от начала до конца, либо который сегодня только диплом с мединститута получил и говорит, вот я ваш врач. Конечно, который опыт, который знает. Мы, когда приходим к Богу, мы приходим к Нему, к Христу, к врачу, который знает все о нас. Почему? Он говорит, когда еще твои кости создавались в утробе матери, я уже там был, я это все видел, и все, все твои дни, назначенные для тебя, я уже их определил. Все, что мы можем сделать, друзья мои, мы можем их только сократить, мы их не можем увеличить. Бог нам назначил всем определенное количество дней на земле, каждому из нас. Все, что можем мы сделать, друзья мои, мы не можем ни на один день прожить больше. Мы можем прожить меньше. Можем очень меньше сократить свою жизнь. Но увеличить между тем, что Бог определил для нас, мы не можем. Поэтому Бог говорит, слушай меня, чтобы тебе твои дни жизни на земле, что? Не сокращались. И если ты меня будешь слушать, то проживешь полноту дней жизни, полнотою дней. Помните, насыщу тебя, да? И явлю тебе спасение мое. Давайте мы откроем Священное Писание и посмотрим, что же говорит Господь, и какими принципами мы можем руководствоваться. Сегодня COVID-19, завтра будет другая проблема, потом третья. Эти вещи, которые вы всегда сможете применить к любой ситуации, которая возникает. И в Священном Писании на эти вопросы конкретного ответа нет. Первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, мы будем читать с 12 стиха. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, мы будем читать с 12 стиха. Очень интересный стих, 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно». Дальше. «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Перед тем, как мы сформулируем этот первый принцип, и очень важно, друзья, что мы поняли, о чем апостол Павел говорит, «Все мне позволительно». Окей? Посмотрите, есть заповеди, которые четко, ясно прописаны Богом для нас. К примеру, не убей. Апостол Павел не говорит, что мне позволительно убивать. Написано, не прелюбодействуй. Под словом «все» означает все то, что конкретно в Писании не сказано. То, что имеет отношение, знаете, к серой области, о которых мы сегодня говорили. Где учиться, куда пойти, там и там. То есть, в принципе, полезно может быть и это, и это вроде бы неплохо. И там привиться может быть тоже хорошо. Не прививаться тоже может быть хорошо. То есть, где конкретного ответа нет. То есть, когда мы с вами принимаем этот текст, мы должны понять, этот текст не должен противоречить открытой воле Божьей, которая уже открыта в Писании. То есть, нам не позволительно делать то, что Бог сказал делать нельзя. Окей? Это очень важно. То есть, понятие «всё» – это не «всё-всё». Окей? Это очень важно. Дальше он говорит, что «всё позволительно, но не всё полезно». Окей? Есть… Другими словами, он говорит «всё, вы можете и этим путём пойти, и этим путём пойти». Вопрос – что вы хотите? Вы хотите, чтобы в жизни было хорошо или чтобы в жизни было лучше? Польза от того приходит в нашу жизнь, когда мы не просто выбираем, что «вот я с этим могу жить», но… А когда иногда приходится платить цену за то, чтобы было лучше? Спросите, пожалуйста, детей. Вот поставьте им здоровую, хорошую пищу и поставьте им «джанк-фуд». Ну, понятно, что если они покушают этот «джанк-фуд», они не умрут от этого, правильно? Я недавно прочитал, кстати, одна из любимых еды, которую дети кушают в Макдональдсе – «чикен-наггетс». «Мама, я хочу чикен-наггетс». В «чикен-наггетс» почти вообще чикена нет. Большинство «дак-фуд» есть в «чикен-наггетс». Кости, жилы и всё остальное перемелено. Больше половины там вообще мяса от чикена нет. Поджарено красиво, пахнет хорошо, вкусно, правда? Дети любят кушать. Скажите, позволительно, если ребёнок покушает чикен-наггетс, это грех? Нет, конечно, не грех. И в Писании об этом нигде не говорится про чикен-наггетс. Скажите, а это полезно для ребёнка? Вот в чём суть, друзья мои. Вопрос не в том, что можно мне это кушать или нельзя. Вопрос – это полезно для тебя? Это пользу дальше в твоей жизни принесёт или нет? То есть, когда мы начинаем принимать какое-то решение. Давайте возьмём вакцинирование. Вопрос не в том, можно ли вакцинироваться или нет. Вопрос в чём? Полезно ли это будет для твоего здоровья, дальше для твоей жизни? Вот в чём вопрос. Кто-то сегодня скажет утвердительно, да, это будет для меня польза. Если вы уверены и утверждены в этом, Писание говорит, блажен человек, который не осуждает себя в том, что он избирает. Тогда, я говорю людям просто-очень просто. Помолитесь, утвердитесь и вакцинируйтесь. Но проблема в том, что очень много есть случаев и свидетельств того, что оно приносит и огромный ущерб. Так вопрос вот в чём, друзья мои. Вам лично это принесёт пользу или ущерб? И об этом нужно задавать вопросы. Кому? Вот туда задавать вопросы. Богу нужно задать этот вопрос. Господи, мне нужно идти на операцию. Мне врачи говорят. У врачей есть своя программа. Я не говорю, что все врачи только думают о деньгах. Но Big Pharma, это Pharmaceutical у нас, они с многими врачами в одной команде находятся. Их чаще всего не интересует ваше здоровье. Их интересует количество проданных препаратов и количество сделанных операций. К большому сожалению. Поэтому даже когда мы идём к врачу, мы должны говорить, Господи, я до конца не знаю, действительно ли это лучше для меня будет. И поэтому как у вас, как у верующего человека, которого любит Господь, есть привилегия обратиться в высшую инстанцию. И задайте себе вопрос. Мне это позволительно? Будет ли это полезно? Для меня, для моей семьи, для моих детей, для Царства Божьего, для правды Его? Вот на этот ответ, на этот вопрос нужно получить ответ от Бога. И потом дальше принимать решение. Апостол Павел говорит, мне всё позволительно. Вопрос о чём шёл там? Можно ли кушать мясо, которое принесено в жертву идолам? И это мясо приносят на базар, люди там продают. И ортодоксальные евреи говорят, нет, оно было же принесено идолам. Апостол Павел говорит, что если вы с молитвой принимаете, оно очищается, и можете принимать без рассуждений. Проблем нет. Для него это никаких проблем. И он говорит, для меня это позволительно. Но что он дальше говорит? Но ради немощи брата моего, поверьте, да, который будет соблазняться через то, что я буду это мясо употреблять, я не буду есть мясо вовек. Я становлюсь вегетарианцем. Скажите апостолу Павлу, можно? Можно. Скажите, польза для Царствия Божия от этого будет? Один ущерб. Если он согласится кушать мясо, будет ущерб, потому что он не сможет проповедовать слово о кресте среди евреев, его не примут. Вы понимаете суть? То есть, то, что мне позволительно или можно, это еще не значит, что принесет мне пользу. Не принесет пользу вашему служению, прославлению в конечном итоге Господа через дело распространения благодати о Царстве Божьем на земле. И это очень важный вопрос, друзья мои. И Господь каждому ищущему на этот вопрос даст ответ. Дальше он говорит, «Все мне позволительно, но ничто не должно…» Что делать? Обладать мною. Что значит обладать мною? Знаете, иногда я смотрю, детей подсаживают на этот фастфуд, что они уже становятся… Знаете, уже как… Нельзя сказать, что они уже «addicted», но уже настолько привязанность имеют к этому. Всякие soft drinks, да? Dr. Pepper, Pepsi Cola, одно, другое, третье. Я говорю иногда сам себе, говорю, вот если в этот стакан бы 20 ложек сахара насыпать, ты бы его выпил? Нет. А почему же ты его пьешь? Ну, мы пьем, правда? Иногда нас… Говоришь сам себе, я не хочу пить, все равно хочется глоточек взять. Нас делают зависимыми от этого всего, от того, что нам приносит не пользу, а ущерб. И апостол Павел говорит, мне позволительно, но то, что мне позволительно, оно не имеет права обладать. Другими словами, друзья, есть еще один принцип. Если то, что вам позволительно, становится господином, который контролирует вашу жизнь, вам нужно от этого отказываться. Люди говорят, я без этого не могу жить. Один говорит, я без кофе не могу начинать жизнь. Значит, вам нужно перестать употреблять кофе. Почему? Потому что эта вещь начинает обладать вами вакцинами, а то, что обладает нами, оно контролирует нас. Окей, давайте перейдем к вакцинам. Как же они могут обладать нами или не обладать нами? Вакцина сама по себе не может обладать нами, но истерия и страх, который вокруг этой вакцины, она обладает человеком, не так ли? И если человек принимает вакцину на основании страха, вот тогда проблема. Почему? Потому что завтра будет другая, потом третья, потом четвертая, и вы все будете делать, потому что вам страшно, 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 страшно и страшно. Страх становится доминирующим фактором нашей жизни, который толкает нас на поступки, и тогда очень трудно нам отсертировать, где есть польза от этого, а где есть ущерб. Потому что, если мы движим и страхом, он нас толкает туда часто, о чем потом мы будем сожалеть. Мы не будем потом радоваться того, что я так благодарен Богу, что я под давлением страха принял то или другое решение. Я бы хотел, чтобы когда мы принимаем решение, чтобы ничего не господствовало в нашей жизни, в нашей жизни господствует страх перед смертью, нам эту проблему нужно сначала разрешить пред Богом. Потому что верующие в Бога не должны бояться смерти. когда мы живем в страхе, в страхе есть мучение. И дьявол нас будет мучить через различные проблемы. Сегодня одна закончилась, другая начинается, другая закончится. Сейчас, говорит, уже четвертая появляется, четвертая закончится, там уже готовят пятую для нас, чтобы держать нас в порабощении, в страхе, в унынии, ожидании будущих бедствий. Об этом говорит Писание, что будет в прошлом, в следующем. Поэтому, друзья мои, перед тем, как нам вопрос решать, вакцинироваться или нет, мы должны сначала другую проблему решить в себе. Что контролирует и кто контролирует нашу жизнь? И позволить Господу быть in charge, быть Ему тем, который контролирует эту ситуацию. Пусть Его Слово будет светильником для ноги нашей и светом для нашей стези. Пусть то, что говорит Бог, для нас будет той истиной, от которой я буду отталкиваться. Поэтому, друзья мои, чтобы нам принимать решение по поводу вакцинирования или не вакцинирования и искать Божьей воли в этом вопросе. Друзья мои, давайте мы согласимся пред Богом, мы изгоним из нашей жизни все то, что контролирует нашу жизнь. Помимо Господа, Слова Его и общения с Ним. я вам скажу, что если любое решение, неважно, куда пойти учиться, на ком жениться, если вы будете решение принимать, будучи движимым страхом, скорее всего, вы в жизни об этом сильно пожалеете. все мне позволительно, но ничто не должно возобладать мною. Итак, вопрос первый, вопрос, полезно ли это для меня? Второе, что мною обладает? что мною обладает? Что господствует внутри меня, когда я принимаю то или иное решение? Что мотивирует меня на принятие этого решения? Если у вас мотивация есть такая, которая, о, люди вокруг сказали, что нужно так делать. Друзья мои, сколько люди говорят вещей, потом проходит время, и мы поняли, что нас завели в тупик. Разве вы не проходили через это? Зачем вы позволяете, чтобы снова кто-то решал ваш вопрос? У вас есть тот, который печется и заботится о вас. Не позволяйте толпе вокруг вас принимать решение за вас, что вам нужно делать. давайте прочитаем дальше. Первое, Коринфянам, шестая глава. Девятнадцатый стих. Не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм, живущего вас, Духа Святого? Не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм, живущего вас, Духа Святого? Вы знаете, чем является ваше тело? Храм, где обитает Бог. Спросите сегодня у любого богобоязненного еврея в Иерусалиме, что для него самое святое? Я думаю, он вам не скажет ни мать, ни отец. Знаете, что? Для него было самое святое – это храм. Разрушенный храм – это был конец нации. Почему? Потому что в храме было Богоприсутствие. поэтому евреи отдавали за все, за то, чтобы сохранить храм. Они жертвовали своей жизнью. И поэтому, как только они лишались храма, они лишались Бога присутствия в своей жизни. Разрушенный храм всегда был для евреев знаком особого наказания Божьего. Когда Бог сказал «Я», помните, Христос сказал «Дом ваш оставляется что? Пуст. Я ухожу от вас. Здание осталось, а Бога присутствия не было». Так вот, теперь Новый Завет говорит нам «Вы являетесь храмом, где обитает Бог». только представьте себе, друзья мои, моё тело – это храм, где обитает Бог. Скажите, вы имеете право, зайдя в храм, делать то, что вам хочется? Нет. Если храм мой, где обитает Бог, Бог находится, контролирует всю ситуацию, Он тот, который находится под контролем. То есть, для того, чтобы мне, чтобы этот храм принести или оттуда вынести, поставить, представьте себе, еврей идёт на поклонение и говорит «Слушайте, а мне здесь не нравится эта умывальница, давай мы отсюда её унесём, у меня дома другая есть, другую принёс, поставил». Другому понравились там цветы какие-то поставить, храмы. Никто не имел права ничего занести или вынести вообще из храма. пройти не имел права. Без чего? Без того, чтобы Бог чётко не сказал, что должно быть в храме, что должно быть святом святых, что должно быть в ковчеге. Всё, всё до деталей, каждая мелочь, где, как должно было бы находиться, всё определил Бог. Друзья мои, наше тело, Бог сказанное, я знаю весь состав ваш, и я присутствие в вас, являюсь, вы являетесь храмом для меня, и моё присутствие, вы должны помнить об этом. Поэтому, когда мы принимаем какое-то лекарство, я не говорю про даже вакцину, любые лекарства, которые вы принимаете в своё тело. Господи, что мне делать? Как мне быть? И для нас это вопрос серьёзный, и так ли? Поэтому, когда меня заставляют какой-то укол, и давят на меня, и говорят, что для тебя будет хорошо, чем больше оказывается давление, тем порой у меня больше сомнений появляется, что это действительно будет польза для меня. Почему? Потому что, когда Бог предлагает свою благодать, он никогда не оказывает давления. Когда дьявол, он всегда нас загоняет в угол. Это так, как и дьявол. Загнать нас в угол, испугать, и чтобы мы в панике соглашались делать то, что он хочет. Бог говорит, но я предлагаю тебе. Поэтому, друзья, буквально во всех вопросах, что мы принимаем в своё тело, мы должны понимать, что мы позволяем этому оказывать влияние на нас. В этом контексте очень важно, чтобы мы с вами знали текст. Некоторые люди говорят, принятие вакцин это не является причиной, по которой я могу отказаться от этого, или потому что в Писании нигде об этом не говорится. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам. Мы с вами прочитаем один текст. Апостол Павел здесь говорит о том, как некоторые употребляют в пищу определённые вещи, другие не употребляют определённые вещи в пищу. Давайте 22 стих прочитаем вместе. «Ты имеешь веру?» Он задаёт вопрос. «Имей её в самом себе пред Богом». И дальше. «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Потом, если он говорит, если ты избираешь для себя определённый праздник праздновать или не праздновать, потому что для христиан поднялся вопрос, праздновать нам юдейские праздники или нет. Для апостола Павла говорит, это не имеет значения, но если ты избираешь для себя праздновать их, ты не должен осуждать себя в том, что ты избрал для себя. Какое это значение имеет для нас сегодня? Друзья мои, если вы приняли решение вакцинироваться, это ваше личное решение. И блаженны вы, если вы не осуждаете себя, но если вы осуждаете других в том, что они этого не делают или они это делают, на это вы не имеете права. Вы не имеете права никого осуждать за ту веру, которую имеет другой человек. Это то, что апостол Павел говорит. Блажен человек, который принимает это решение, он не осуждает себя и не осуждает других. Давайте прочитаем следующий стих. Следующий стих еще больше нам говорит. Посмотрите. Осомневающийся, то есть, если я это сделал, но я внутри сомневаюсь, осуждается, потому что, что? Потому что он это сделал без веры. А дальше что? И все, что не по вере, грех. Друзья мои, если вы вакцинируетесь без веры, вы делаете грех. Так говорит Писание. Если мы соглашаемся вакцинироваться без веры, мы делаем грех. Я вам скажу не только про вакцину, любые другие лекарства, которые вы принимаете. если вы их принимаете без веры, вы делаете грех. Поэтому, когда любые лекарства принимаете, сначала молитесь. Господи, здесь столько химии, я даже не знаю. то же самое, что эти люди должны были делать перед тем, как они покупали мясо на рынке, которое было принесено в жертву идолам. Что апостол Павел говорит? Когда вы покупаете это мясо, что делаете? У вас есть вера, что оно вам вреда не принесет. Что надо делать? Помолитесь и благословите это, и оно вам не принесет никакого вреда. Вот что значит вера, правда? То есть, тот израильтянин, который, приняв Христа, ему предлагают мясо, если он внутри сомневается, не хочет, но ради других начинает это делать, ой, я приму вакцину, чтобы обо мне другие не говорили, и еще остальное. То есть, у тебя лично этой веры нету, не надо этого делать. От этого будет ущерб. Но, если он уже верит, что у него проблем не будет, потому что Господь четко, ясно ему показывает. Хорошо, в таком случае, друзья мои, что апостол Павел говорит, перед тем, как вы принимаете эту пищу, благословляйте ее и молитесь, чтобы молитва она очищает и принимайте с благодарением. Может человек, который не принимает вакцину, сказать, я не могу ее принимать, потому что это противоречит моей вере. Конечно, в Писании это говорится. Моей не в вере в Бога, а моей в вере в эту вакцину. Поэтому, друзья мои, когда мы принимаем какие-то решения, мы должны понимать, что мы являемся храмом Божьим и все, что мы принимаем в свое тело, за это мы несем ответственность пред Богом. Оно должно быть основано на нашей вере. А откуда вера приходит? Вера от слышания. Слышание кого? Соседей? Нет, не от соседей. Вера от слышания слова Божьего. Вот, оказывается, откуда вера приходит. И если Господь вам открывает, что вам нужно вот это делать или вот это делать, на эту операцию соглашаться, и Господь дает вам это слово, вот это слово рождает в нас веру. И на основании этой веры я принимаю решение. И потом живу в мире, в покое, и себя не осуждаю, и людей вокруг себя. Дальше еще очень важно. Не знаете ли вы, что тела вашей суть храм живущего вас Духа Святого? И дальше Павел говорит, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Помните, люди говорят, «My body, my choice». Помните? Если вы являетесь детем верующим, Божьим, Бога живого, верующим детем Божьим, то your body is not your choice. Потому что он говорит, что тела ваши уже не вы не принадлежите себе, а вы принадлежите кому? Богу. почему истеральтянам нельзя было поклоняться чужим богам? Почему идолопоклонство был самый первый в заповедях Моисеева серьезный грех? Не имея никакого Бога, кроме меня, сказал Бог. В чем была проблема? Потому что тому, кому мы поклоняемся, того мы являемся и рабами, тому мы принадлежим. И если мы поклоняемся Богу, мы Ему принадлежим. Если наше тело является храмом Божьим, то мы Ему принадлежим. И мы не в плане контролировать, что я хочу, то я и буду со своим телом делать. Поэтому я ищу мудрости от Бога и Его руководства в моей жизни. Господи, что мне делать в этой ситуации? Каким мне путем идти? Что мне принимать и от чего мне отказываться? Потому что мой храм принадлежит тебе. И последний, двадцатый стих. «И вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи». Вы куплены дорогою ценою. Скажите, что Бог только искупил нашу душу? Нет. Он искупил наше тело. И поэтому прославляйте Бога в чем? В сердце? Только в разуме? Только в духе своем? Посмотрите, прославляйте Бога в чем? первое, в телах ваших. Последний вопрос, который поможет вам, друзья мои. От того, что я приму это или это рекарство, мое тело через это будет Бога прославлять? Очень интересный вопрос, на который вам лично надо ответить. И вы знаете, одна и та же вещь для одного человека это будет окей, а для другого будет не окей. Почему, друзья мои, наша цель это в конечном прославить прославить Бога? Я хочу, чтобы то, что я принимаю, или на ту операцию, которую соглашаюсь, чтобы через это было прославлено имя Господа. Апостол Павел говорит, при жизни или при смерти, я хочу при любом обстоятельстве, чтобы через любое, что бы ни произошло, чтобы через это было прославлено имя Господа Иисуса Христа. Может ли человек, принявший ту или иную вакцину, через это прославить Бога? Может. Означает ли это, что каждый, кто принимает вакцину, через это прославляет Бога? Конечно, нет. Зависит от пользы, зависит от то, что контролирует нами, да? Зависит от глубокого понимания того, что мы позволяем, чтобы в наше тело проходило? Зависит от того, насколько мы понимаем, кто господствует над нами? И третье, как через это будет прославляться Господь? Поэтому пусть эти принципы, которые мы сегодня говорили, они будут помогать нам принимать различные решения. Сегодня одна, завтра другая проблема, третья проблема будет. Друзья мои, это то, что говорит Слово Божие. Но если вы это будете делать, делайте по вере. Вы знаете, еще я хотел последнее сказать, друзья мои, не спешите говорить слова вслух, за которые нам потом бывает стыдно. Я помню, когда первая была волна эмиграции, люди уезжали в Америку в Америку, и часто люди другие говорили, ой, какие вы там это самые, там, предаете родину, одно, другое, третье, четвертое, проходит пять-десять лет, и мы встречаемся здесь, ну как же, теперь вы сюда приехали, вчера мы были предатели, а сегодня вы с нами здесь. ну если ты просто говорил, это еще одно, а если ты людей как определенным лишал их возможность, неважно, в церкви или на работе, где бы не было их определенных, а потом приходит время, ты сам это делаешь, ты дискредитируешь себя. Поэтому, друзья мои, те, которые категорично против вакцин, я хочу сказать вам, берегитесь от тех слов, чтобы вам потом от них, этих слов, самим не страдать. И не осуждайте тех людей, которые принимают вакцину. Потому что я видел немало случаев, когда люди категорически были против чего-то, проходили годы, они то же самое делали. дайте людям возможность в свободе принять самому это решение. Помогите этому человеку прийти к определенной вере. Посмотрите, если его движет страх, помогите ему освободиться от этого страха. Помогите ему наполнить свое сердце миром покоем. И вы намного больше поможете ему, чем скажете ой, не надо это делать. Он еще больше может закрыться. Потому что если человек живет в страхе, то он еще помимо этой вакцины еще хуже себе делает проблем от страха, еще больше приходит. Пусть Господь поможет нам. Наступает, друзья мои, время, время последнее, в которое мы живем, когда нам будет очень необходима благодать Господня, которая нам покажет, что делать. Будут и те люди, которые будут использовать эти проблемы, чтобы добиться своей цели во власти, в политике, доминировании. И мы должны понимать, что дьявол использует эту проблему, связанную с ковидом, для того, чтобы весь мир держать в страхе. Скажите, до этого пандемии не было? Были. Холеры, тиф, тюма, одно, другое. Но было ли такое, такая проблема, которая была проблемой для всего мира сразу? Такого никогда не было. К чему мы идем? К серьезной глобализации, дьявол подготавливает человечество к приходу Антихриста, принятие знака, знамения. Дьявол подготавливает все, все, все до того и использует вот эти вещи, в которых мы сегодня живем. По этим признакам, друзья мои, время остается все меньше, меньше и меньше. Но не позвольте дьяволу обмануть вас сегодня, живя в это последнее время, жить в унынии, разочаровании, в осуждении, в страхе и так далее. Писание говорит, что в последнее время люди, чтущие своего Бога, они усилятся и будут действовать. Сегодня столько много разбитых людей, сегодня столько много покалеченных судеб, сегодня столько много горя на земле. И если мы с вами войдем в какое-то унылое состояние, Бог не благоволит к нам. Кому, как не нам, имеющего живого Бога в своей жизни, нести слово надежды, утешения и благо, которое Бог приготовил для любящих Его. Пусть Господь благословит вас всех, быть вестниками, благодати Его. Пусть Его присутствие наполнит вашу жизнь, изгонит всякий страх. Пусть и решения, которые вы сегодня будете принимать, принимайте их, чтобы они прославляли Бога в вашей личной жизни. Не осуждайте себя и других, за что вы избираете в своей жизни. Помните, что ваши тела принадлежат Ему. Вы и я, мы не свои, мы принадлежим Ему. И Он печется о нас. В заключении я повторю те стихи, которые прочитал Павел Григорьевич сегодня в 90-м псалме, который называется «Живые помощи». Советую вам этот псалом написать жирным текстом и поставить где-то поближе, чтобы вы почаще могли его видеть перед собою. Папа рассказывает, когда была блокада Ленинграда, немецкие войска бомбили город, люди не знали, куда скрыться. Забежишь в дом, дом разрушается, там намного легче. Они стояли на улице и вдруг на перекрестке одних из таких большой улицы стоит женщина, которая во весь голос кричит. Кто нуждается в защите, идите сюда. А самолеты летают и бомбы бросают. И она говорит, кто придет сюда ко мне сейчас, будет спасен. Бомбежка не повредит вам. И она начинает читать. Живущие под кровом Всевышнего, под Седнию Всемогущего, и люди бегут, бегут к ней. Из домов избегает, собралась большая. Папа говорит, я был ребенком, я слышу, как она читает живые помощи. И вот люди в смятении, где им найти убежище? И действительно, бомбы попадали рядом, эта группа людей стояла, она взывала, читала 90-й псалом, не приключится тебе зло. и язва не приблизится к жилищу твоему. Друзья мои, не только нас Бог сохранит, но и на тех, на кого мы простираем свои руки и благословляем Бог и их сохранит. Как сохранил многих людей из-за праведного Ноя, помните, Авраама и многих других детей Божьих. Заканчивая, послушайте, за то, что Он возлюбил меня, я избавлю Его. Не вакцина избавит нас от последствий. Господь говорит, я избавлю, Бог может использовать любую вакцину для этого. Я защищу Его, потому что Он познал имя Мое, возовет ко Мне и услышу Его, с Ним я буду в скорби. Бог будет с вами в скорби. Избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его, и явлю Ему спасение Мое. Наступает время, когда мы с вами будем испытывать силу 90-го псалма, может быть, каждый день в своей жизни. Запишите его, оно вам очень здорово поможет, потому что ваша вера придет к вам через слово слышанное, сказанное от Бога. А все, что будет не по вере, будет грех. Да благословит вас Господь. Субтитры Субтитры